Привет, друзья! Ну вот, снова я с вами за чашечкой кофе. Везде по-разному, но, в принципе, похоже, что одинаково всё. А я, вы знаете, решила вам всё-таки продолжить рассказ о себе, мою историю продолжить. Многие спрашивают, как я попала в Англию. Ну и вот я созрела вам рассказать. Вы знаете, я думаю, что за чашечкой кофе это будет у нас такая более уютная беседа. Вот поэтому я подумала, что я гулять, наверное, не буду, а буду пить свой кофе, вам рассказывать. Ну и потом, наверное, может быть, вот вид за окном. Кое-что ещё вам покажу. В этом пабе я уже с вами была. Ну, мы можем посмотреть вокруг что-нибудь новенькое. И послушайте мой рассказ. Тут-то я сразу бы хотела вас, может быть, кого-то разочаровать, потому что вы ждёте, может быть, каких-то таких великих историй, сенсаций, сенсационных. А моя история, в общем-то, весьма проста. Я познакомилась со своим мужем через интернет, друзья, по сайту знакомств. Но вы знаете, тут опять такая история, что это было давно, это было 10 лет назад, конкретно 10 лет назад, потому что в 2008 мы с ним познакомились на сайте. Я скидывала там, вам показывала именно этот сайт. Сайты знакомств у меня есть, если хотите, внизу ссылочку я вам в описании дам. Вот в одном из обычных сайтов случайно мы познакомились в 2008 году, и вы знаете, ну, в общем, как-то завязалась у нас переписка сначала. Очень долго мы переписывались, скажем так, наверное, в течение года. Вот. Но тут ещё один такой нюанс, я бы, моего, хотела ещё сказать, что 10 лет назад всё-таки интернет был совсем не такой, как сейчас. Во-первых, тогда не было столько спама там в сайтах знакомств этих. Были, в общем-то, серьёзные люди в основном, и не было никаких вот этих вот, как сказать, персонажей таких фальшивых или каких-нибудь альфонсов. Этого тогда вообще не было. Тогда только-только это всё начиналось. Ну, может быть, не так, чтобы уж прям только начиналось, но где-то ещё не было всё это, как, грубо сказать, загажено, вот как сейчас. Потому что сейчас это всё уже, я думаю, как-то, в общем, очень трудно что-то там найти, какое-то, какие-то зёрна из плевел, как говорится, отыскать. И, в общем, вранья очень много сейчас в сайте, ой, в сайтах во всех этих знакомств. Поэтому я призываю всех быть осторожными и не попасться на вот это, потому что бывает такое, что даже там какие-то арабы, азиаты, какие-то из бедных стран, какие-то афроамериканцы из бедных стран, африканских, они вот размещают фотографии красивых джентльменов и будут вам морочить голову, вы истратите время своё. Возможно, вы это уже знаете, но я, тех, кто не знает, хочу предупредить, что надо в этом плане быть очень осторожным и как-то надо сразу, если вы видите, что уже какие-то у вас отношения появились, то переходить сразу в скайп или давать свой ватсап телефон, потому что не тратя время, можно сразу узнать человека, услышать по голосу, вот, молодой он или голос, или какой ломающийся бывает вообще подростки, но, в общем, в общем, вы понимаете, да, вот надо как-то здесь себя оберегать, вот, ну, а мы познакомились, я же говорю, 10 лет назад, и тогда это ещё всё было вполне пристойно, и тогда это было очень популярно и очень модно, может быть, вы слышали, что тогда вот выйти замуж за русскую женщину, это было просто, они все мечтали, вот насколько я знаю, у меня вот тут кто-то спросил, ну, я не знаю, может, даже с издёвкой спросил, а чего это ваш муж захотел русскую жену, ух ты, боже мой, ну, вот захотел, и, в общем, как сказать, я как уже говорила, ещё раз повторю, наши русские женщины самое лучшее, я считаю, и буду всегда так считать, потому что посмотрите вокруг, всё познаётся в сравнении, и поймёте, что к чему, а потом посмотрите ещё вокруг на бедных тех мужчин английских, которые непрекаянные, которые очень даже, знаете, как сказать, внутренние, они гораздо даже лучше многих-многих наших мужчин, они добрые, они отзывчивые, они вот как-то, знаете, ищут какую-то в женщине, вот не только какую-то домохозяйку, там, я не знаю, уборщицу и повара, они ищут женщину, именно подругу рядом, вот это вот очень меня в них привлекает, ну, и, конечно, мой муж был очень умный, как я уже говорила, он был very clever, very clever man, это по-английски вот такой вот clever умный, даже, я бы даже не сказала умный, но вот как-то, как вам сказать, интеллигентный, вот, ну, вот именно вот такой вот английский джентльмен, и поэтому, конечно, вот эта вся наша переписка, потом скайп, разговоры в скайпе, я увлеклась, конечно, мы встретились, встретились мы на нейтральной территории, он мне предложил несколько стран европейских, сказал, что поможет с визой тогда, я, в общем-то, была абсолютно неискушенная в этих делах, я имею в виду получение визы, или что-то такое прочее, вот, и он мне сказал, что поможет во всем, все оплатит, и как бы встретимся, посмотрим друг на друга, если что-то такое там, вот у нас возникнет, какая-то химия, как они говорят, опять же, то, значит, вот мы можем продолжить наши отношения, ну, и я выбрала из трех стран, конечно же, Париж, который мне тоже был предложен, в качестве, в качестве места нашей встречи, вот, и я в Париже не была никогда, и как бы, знаете, это, эти все вещи, увидеть Париж и умереть, и там что-то такое еще, я, конечно, очень хотела побывать в Париже, вот, и вот я рискнула, друзья, поехать в Париж на встречу, с незнакомым мужчиной, ну, в общем-то, на тот момент мы уже общались по скайпу, увидели друг друга в скайпе, это было, наверное, где-то уже полгода прошло, а если учесть, что он настаивал, и очень хотел меня видеть каждый вечер, каждый день в скайпе, у нас были, там, чуть ли не часовые общения в скайпе каждый день, в течение полугода, то это мы, в общем, переговорили, о чем только можно, я, тогда, конечно, очень нервничала, потому что, естественно, что я, английский язык, это большая проблема, я ничего не понимаю, о чем он говорит, вот, я нервничаю, я не хочу с ним особо по скайпу разговаривать, я все время говорю, нет, давай, перейдем опять вот в такой вот чат, чтобы я печатала, и чтобы я использовала переводчик, а он, нет, я хочу услышать твой войс, твой голос, я хочу твой голос, слышать, я хочу тебя видеть, ну, вот так, короче, и вот, значит, с трудом пополам, он мне говорил, печатал в скайпе, если я что-то переспрашивала, не понимала, и вот мы так вот общались, так скажем, да, вот, ну, и потом, после скайпа, такое наше общение в скайпе было не очень, потому что, я имею в виду, что, в смысле какого-то познавательного общения, потому что, естественно, он там хотел очень много чего-то со мной обсудить, но я не могла, потому что с английским, сами знаете, и поэтому он понял, сказал, нет-нет-нет, не волнуйся, просто давай говори то, что, в общем-то, ты хочешь и можешь сказать, можешь даже на русский перейти, главное, что я тебя на экране вижу, и это прекрасно, а потом, в общем, мне писал, после того, как мы заканчивали разговор, он мне писал огромные письма, огромные просто, я не знаю, там на два-на три листа, все писал о себе, все писал, как он влюбился, и как он хочет, в общем, тут какую-то жизнь, мне новую подарить, в общем, я ему, конечно, тоже отвечала, рассказывала, рассказывала о себе, какие у меня проблемы, я писала, что, а он, конечно, сразу начал меня спрашивать, а готова ли я переехать, потому что, вот у него есть дом, у него тут все в порядке, он меня может обеспечить, ля-ля-ля, но это, знаете, такая лапша на уши, как обычно у мужчин, вот, ну и, в общем, я сказала, что по поводу обеспечить, не знаю, я, мне главное, чтобы, значит, вот была какая-то любовь между мужчиной и женщиной, для меня главное отношение, ну и не последнюю роль, конечно, играет тоже материальное благополучие, потому что я люблю путешествовать, я все это тоже, конечно, озвучила, поэтому вот еще хочу вам сказать, друзья, кто интересуется, может быть, кто хочет, вот, попробовать вот такой вариант, выйти замуж, я женщинам говорю, то, в общем, не бойтесь абсолютно, потому что я могу сказать, что вы лучшие, вот, будьте всегда в себе уверены, ничего не бойтесь, потому что, насколько я знаю, если женщина русская открывается, если она на самом деле не зажата, если она добрая, если у нее нет никаких там ужасных, каких-то комплексов, то она может нравиться сразу же, а потом, понимаете, у них тоже, как я сказала, ни возраст, ни внешность, практически, такой огромной роли не играет, вот, как мне казалось, что все-таки, ну, даже не казалось, а так и есть, у нас мужчины избалованы в России, это просто ужас, опять же, вот я свое мнение говорю, может кто-то со мной не согласится, но я все это видела на себе, я была долгое время разведена, и я не скажу, что я там была, знаете, на помойке найдена, так скажем, да, но не могла я никого найти себе в России, как ни старалась, я хотела, потому что очень трудно женщине жить без мужчины, без мужского плеча, без мужской поддержки, как это трудно, как это больно одной, это просто невыносимо, меня могут понять тоже здесь женщины, вот, и поэтому, конечно, каждый стремится к личному счастью, и получилось так, что я не хотела, конечно, в общем-то, ну, не сказать, не мечтала я никогда, что вот я поеду и уеду, а потом, вот, несколько таких вот моментов, как я уже тоже вам рассказывала, они меня подвигли на то, что, а почему бы и не попробовать, а почему бы не перевернуть свою жизнь, вот полностью перевернуть, и начать опять, все с нуля, у меня, вы знаете, характер авантюрный, и я очень люблю эксперименты, и потом вот живу, по вот этой вот японской истории, по японской, как сказать, у них философия такая, что каждые шесть лет, человек должен полностью менять все вокруг себя, иначе он застаивается, иначе он, как камень, прирастает, обрастает мхом, и, в общем, никакого движения не происходит, и он, в общем, практически в болоте утопает, а движение – это жизнь, самое главное – это движение, и вот надо двигаться, надо стремиться, надо что-то менять в своей жизни, и не бояться этого, вот еще раз тоже хочу вам сказать, друзья, вот то, что я уже на себе много-много раз узнала, и испытала, вот как только вы что-то сильно захотели, вот может быть кому-то покажется это смешным и странным, как только вы захотели что-то очень серьезно, то вот оно, понимаете, как-то и происходит в вашей жизни, надо только вот стремиться, вы, наверное, тоже знаете, даже вот говорят, что кто-то там мечтает, может быть, о чем-то приземленном даже, вот допустим, о машине, о какой-то шикарной ламборджини, или еще какие сейчас там марки модели машин, ну я к примеру говорю, может быть, такой грубый пример, не очень подходящий для сейчас, но вот так, и если человек мечтает о машине, или о доме, допустим, вот найдите где-то картинку этой машины, найдите картинку конкретно этого дома, или дачи, допустим, что вам там хочется, распечатайте эту картинку, и повесьте ее везде, где вы своим взглядом чаще всего бываете, можно даже на холодильник повесить, и вот вы будете смотреть, и оно будет у вас на подкорке оставаться, в вашем подсознании, и на самом деле, как говорится, мы просто никогда не просим Вселенную, а она всегда нам готова помочь, и она всегда открыта для нас, и вы знаете, это настолько правда, что порой просто меня поражает. Ну, а я возвращаюсь обратно к себе, о чем я вам сказала, значит, вот мы общались, и потом, значит, вот мы встретились в Париже, всего лишь навсего на неделю, он взял путевку, он помог мне оформить визу, без проблем, это все как-то получилось быстро, и без проблем, вы знаете, он все это оплатил, я, вы знаете, ничего не просила, вот это тоже один такой, тоже пункт, который я бы хотела отметить, никогда ничего не просите, вот если вы знакомитесь с мужчинами, нет, 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 никогда, если там, допустим, начнете просить, что ой, да вот, вот если бы ты бы оплатил бы, так я бы, так да, вот ни в коем случае нет, просто говорите, да, было бы хорошо, да, что ты думаешь по этому поводу, да, я не против встретиться, а где, а что, я бы хотела услышать тебя, что ты можешь сказать, вот так, ну, и вот, как тот Волод говорил, знаете, никогда ничего не просите, сами придут, и сами все предложат, и сами все отдадут, это воистину так, ну, и потом, вы знаете, вот, с мужчиной, если вы первый раз встречаетесь с каким-то иностранцем, вот я думаю, что лучше, если вы настроены на какие-то серьезные отношения, то лучше, чтобы вы сразу с ним в койку, конечно, не прыгали, я извиняюсь, но вот так вот говорю вам то, что на самом деле я считаю нужным сказать, вот, какого бы возраста вы не были, и если вы серьезно настроены, то, пожалуйста, сразу договаривайтесь с Separat Room, с Separat Room, чтобы он вам заказал, если вы едете на встречу, чтобы, значит, вот не совместный номер он снимал, а только сепарат раздельный, и не думайте, что он этого не поймет, а наоборот, даже вполне себе, он поймет это, и он это оценит, и он сразу вам, как говорится, поставит высшую оценку, потому что они тоже бывают порой удивлены, хотя у них весьма себе легкие отношения в этом плане, вы знаете, даже что хочу сказать, вот чем больше я живу в Англии, тем больше удивляюсь, что здесь у них вообще никаких границ особых нет, вот, по поводу секса между мужчиной и женщиной, все очень легко, все очень моментально происходит, все очень открыто, вот я даже знаю в Швеции, как раньше говорили шведские семьи, и там, там сплошной разврат, только ничего подобного, там наоборот, говорят, все это более строго, а вот в Англии здесь что-то как-то расслабились, ребята, скажу я вам, они здесь, английские женщины, ой, вообще, вы знаете, это отдельная история, я вам, может быть, сниму даже видео, очень много чего могу вам рассказать, как английские женщины себя ведут с мужчинами, как они любят себя, как они любят наслаждаться, и как они пинают мужчину, как только что-то не так, ой, что вы, она его пнет тут же моментально, и дальше пошла, и у нее тут выбор, стоит очередь, но вот тем не менее, понимаете, если вы встречаетесь, вы из другой страны, и он из другой страны, совершенно разные культуры, совершенно другой менталитет, другой язык, другое общение, и вы не знаете друг друга, то тут, конечно, сразу в койку бросаться, это просто вы напугаете мужчину, да и не думаю, что может что-то прям сразу такое получится, грандиозное, ну, я говорю открыто, не будем мы ханжами тут, мы все люди, мы все понимаем, что к чему, ну, вот, вот я как бы вам хочу вот так сказать, вот, и, в общем, о нашей встрече в Париже, что произошло дальше, друзья, если вы желаете, мой рассказ, и ждете продолжения, я с удовольствием буду вам рассказывать дальше, ну, вот, получается, как-то длинно у меня всегда, вы же видите, вот, так что, друзья, жду вас в моем следующем видео-продолжение о моей жизни, о вас, я всех очень люблю, я вас всех жду на своем канале, всего вам доброго, берегите себя, увидимся, пока-пока!